Всем большой привет! И прежде чем мы приступим к рассмотрю видео, я хотела вам познакомиться со своим влоговым каналом под названием Туласи. Там я делюсь какими-то своими обычными бытовыми событиями, которые со мной происходят по жизни. Рассказываю о своих мыслях, возможно, немножечко бредовых, но тем не менее, кому интересно, приглашаю посетить мой влоговый канал. И давайте приступим к рассмотру. Итак, это у нас продолжение нашего нового портфолио, где мы решили провести следственный эксперимент. Сколько нам понадобится времени, чтобы снять какую-то либо первую денежку, либо выйти на стабильный доход и так далее. Это, скажем так, будет первая работа, которую мы нарисуем совместно с Тони, и я вам покажу, собственно, что мы будем делать. А Тони нарисовала вот такой эскиз от руки, и я сейчас просто его обведу, скажем так, и потихонечку переведу его в вектор. Кстати, могу сказать сразу, что, конечно же, вот такие вот эскизы, когда мы обводим, делать это на планшете в сто раз удобнее. Раньше я все это делала мышкой, и, честно говоря, я настолько привыкла делать все это мышкой, что мне уже не было какой-то такой прям трудности обвести какой-то эскиз рукой, то есть мышкой. Но на планшете это, конечно же, делается гораздо-гораздо удобнее. Итак, сейчас я немного ускорю, обведу все-все-все карандашиком и вернусь снова к вам. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Примерно вот такой вот у меня эскиз получается. Сейчас я его, скажем так, уже дорабатываю. Где-то я поставлю дополнительные объекты. Пока все это просто кривые. Ничего я не заливала. У меня тут нет закрытых объектов. Это просто все обведенное карандашом для дальнейшей обработки. Либо можно его использовать уже в каком-то таком вот виде. Просто как контур. Опять же, так как я знаю, что это будет еще проходить какие-то этапы доработки, то я особо не переживаю, что сейчас там может быть где-то некрасиво, где-то криво, где-то что-то не подходит. Со временем все это как-то еще устаканится и так далее. Как-то я пытаюсь его сделать побольше, наверное, за счет того, что просто копирую одни и те же элементы. И в следующем видео мы уже попробуем его как-то покрасить и сделать из него какую-то более-менее готовую композицию. На отрисовку такого узора на компьютере у меня ушло где-то минут 15. То есть, в принципе, если поставить это дело на поток, можно рисовать на самом деле в день немало работ, просто отрисовывая их сначала от руки и потом обводя их на компьютере. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, для какого-то такого первого эскиза весьма-весьма неплохо получилось. И увидимся с вами уже в следующем видео, где мы что-нибудь с ним уже попробуем сотворить. Надеюсь, видео было полезным и интересным. И до встречи в следующем видео.